так ну что значит что у нас сегодня предполагается сегодня предполагается во первых мы сделаем во первых мы сделаем с вами такую небольшую теоретическую часть в первой половине вот которая скорее всего больше будет первая половина первая часть назовем и вторая часть будет уже более мы посвятим ее больше вашим вопросам то есть у кого будут какие-то кейсы возникать или есть какие-то кейсы кто на прошлой встрече был приготовил вопросы сможете задавать вот я поотвечаю на что буду готов ответить и что не будет как говорится противоречить нашей информационной политики вот и и дальше будем как бы смотреть что у нас предполагается и так мы начинаем вот сегодня мы с вами рассмотрим замечательную замечательную тему которая напрямую относится к нашему психологическому комфорту во время выполнения проекта и вообще всей последующей жизни когда вот мы сделали проект вот проект он начал работать вот началось началось началась началась его эксплуатация какая-то информация пошла из программы все и вот вот эти вот эти вещи которые ключевые они зависят иногда от очень такого ну человека который в принципе вот очень часто человека который мы будем говорить это программист да вот достаточно какой-нибудь скромный парень вот он его там особо и не видно вот но тем не менее вся система держится на нем вот и конечно не самый хороший вариант когда система держится на одном человеке потому что новость человека может произойти всякое разное там да вот не будем уточнять впадать в подробности что что там всякое разное происходит но тем не менее и получается что у нас у нас есть человек который создает нам максимальный комфорт ну должен создавать максимальный комфорт в нашей работе вот это программист итак посмотрим как правильно подобрать программиста свою компанию а говорят с другими словами как обеспечить себе психологический комфорт на время выполнения проекта хотя бы вот в этой области вот итак мы сегодня посмотрим как определить навыки и знания под ваши требования восприятие вашего стиля и ваших целей вот понять как программист заинтересован в вашем результате и как дать тестовые задания она вот это смотрите чтобы вас сразу не пугало кто хочет расскажу скажет блин какое-то занудство не 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 занудства не будет это просто ну вот ну по-другому мне не получилось вот коротко назвать то что мы будем обсуждать поэтому это переходим сразу к теме да к нашей вот понятное дело что ну то что я сказал начале программист у нас сейчас так такова такая жизнь такая жизнь такой ну такое время которое вообще вот я расценю как замечательное время когда именно вот эти технологии которые там как-то развивались какие-то годы там что-то что-то там вот эти яйцеголовые ученые что-то там что-то там придумывали изобретали и вот они эти технологии они вышли да вот эти вот они вышли в массы и у нас сейчас есть возможность То есть, пользоваться интернетом, пользоваться всякими сайтами, пользоваться приложениями мобильными, телефоны, вот эти смартфоны, которые там такая популярная штука, у каждого сейчас есть. Поэтому очень важно, чтобы наша бизнес-активность, она была поддержана средствами автоматизации. И кто же эту автоматизацию нам поддерживает? Программист, конечно. Поэтому мы должны в этом направлении работать. Итак, что у нас вообще, перед тем, как начать подбирать себе программиста, что нужно понимать вообще на самом, вот прямо шаг номер ноль, нулевой шаг. Вам нужно, понятное дело, что мы с вами говорили на прошлой встрече, что у вас есть цели проекта. Вот. И вы, соответственно, опираясь на понимание этих целей, вы должны для себя выявить, какие навыки и знания программист должен иметь, да, для того, чтобы выполнить задачи, которые перед ним стоят. Вот. И для этого есть такой, как бы у кадровиков есть такой термин профессиональный, называется профиль вакансии. Вот. И вот этот, вот этот профиль вакансии, мы с вами сейчас, вот как раз мы по ходу, по ходу всего разговора у вас возникнет ясность, как к этому профилю вакансии подходить. Вот. И самое главное, что я хочу сказать, да, вы потратите время на то, чтобы этот профиль создать. Ну, потому что время, как оно идет, как оно тратится, да, ну, вначале вы должны сесть подумать там, да, потом вы должны сесть написать, потом вы должны поправить что-то там, да, вот. То есть, вот эти вещи, вот вы потратили время. И вот сейчас мы с вами разговариваем, ну, сейчас мы с вами хорошо проводим время, но, тем не менее, время-то тратится. И поэтому ваша задача искать, подбирать кандидатов тех, которые соответствуют вот этим вашим требованиям, которые вы сформулируете. Поэтому надо вот это делать. Еще один важный дисклеймер, который я сейчас должен сказать. То есть, что бы я сейчас не говорил про программистов, я их всех люблю. Еще больше я люблю вас. И поэтому, смотрите, вот даже я буду какие-то вещи говорить, которые, может быть, кого-то покоробят, но что-то я там буду говорить, прямо буду топить, например, за программиста в каком-то месте. Вы не должны понимать это, что я прямо такой упоротый какой-то, вот вам пытаюсь что-то какие-то вложить в голову, какие-то знания, чтобы программистам было легко. Да нет. Я вам просто рассказываю, я вам просто рассказываю вот эти вещи для того, чтобы вы понимали, вот, как работает, мы же про психологию с вами там, да? То есть, вот мы сейчас с вами копаем не совсем вот этими психологическими терминами, там всякие, я даже не знаю, я не психолог, не буду даже пытаться применить эти термины, вот. Но мы с вами поговорим именно вот в эту сторону будем все равно копать. То есть, мы будем фактически, мы находиться будем в области психологии, но нормальными словами будем об этом рассуждать. Итак, мы с вами подошли к встрече с кандидатом. И на этой встрече у нас, ну, стандартный, должен состояться стандартный разговор. То есть, смотрите еще, какая вот, когда вот эти встречи с кандидатами, когда вы проводите, да, какая важная штука есть. То есть, кандидат вам должен, вот, вы же с ним, вернее, самое главное, вот, я не сказал самое главное. Если проект, вы инициатором проекта являетесь, руководителем проекта, то, пожалуйста, встречайтесь с кандидатами лично. Вот, то есть, вы, потому что очень много встречается ситуаций, когда какой-то отбор кандидатов проводят, проводят кадровики. Вот, кадровики классные. Вот, если кто-то здесь есть кадровики, я вас люблю вообще капец как. Вот, но смысл в том, что не всегда кадровик понимает мотивацию самого менеджера проекта или самого руководителя, там, или собственника бизнеса, который этот проект затеял вообще. И, учитывая, что в дальнейшем работать вот с этими людьми, которых вам подбирают кадровики, придется вам, вам нужно участвовать в подборе человека. Причем, вот смотрите, подбор как должен осуществляться. Не то, что вы там говорите, ну, там, типа, отбери мне, вот, там, типа, 100 отзывов, там, да, ты мне отбери, там, предварительно повстречайся с ними, отбери, вот, чтобы я там не тратил время на всех этих 100. Я думаю, что вам нужно самому или самой, там, да, вот, вам самим нужно все-таки вот эти вещи, это важные вещи, вам нужно их отбирать самим, вот, при помощи кадровика, вам даже, вам нужно вдвоем с кадровиком сесть и вот это дело подобрать. Вот, да, я понимаю, вы мне сейчас скажете, у нас есть много других задач приоритетные, там, бизнес, там, вот это, да, это тоже ваш бизнес. Я вам просто хочу сказать, что вот то, что вы будете делать с кадровиком, подбирать себе программиста на проект, да и вообще любого проектного человека, мы дальше еще будем разговаривать с вами, вот, вам нужно, это, собственно говоря, бизнес, это бизнес, это, по сути, та штука, которая будет в виртуальном пространстве, вот, виртуальное пространство выдвигать ваш бизнес. То есть, это, и понимаете, что если это будет какой-то человек, который будет выдвигать этот бизнес не так, он, например, будет, ну, в виртуальном мире, так, ну, условно, пофантазируем там, да, вот, какой-то там искусственный интеллект смотрит там на какие-то вот, на бизнесы, которые хорошо вывелись, и он видит там розы, там, всякие ромашки, там, какие-то еще цветочки, а тут какой-то будет видеть гриб-трутовик, например, там, да, который, ну, гриб-трутовик тоже обладает какой-то, какими-то прекрасными свойствами и способностями, Ну, вот как бы вот среди вот этих вот всей красоты будет какой-то грипп-трутовик. Ну, потому что это вот программист не тот выводил его в виртуальное пространство, и искусственный интеллект его видит вот так. Ну, это фантазия, фантазия, я фантазирую, не обижайтесь, сравнение такое. Но, тем не менее, я стараюсь просто для вас такие контрастные образы выпуклые, чтобы вы понимали, насколько это важно. И вы обязательно должны с программистом проговорить вот эти четыре вопроса, которые вы видите на экране. То есть, во-первых, нужно узнать, какие проекты он реализовывал уже. Это важно, потому что, если, например, он раньше реализовывал проект, например, по какой-нибудь коровьей ферме, это, кстати, тоже хороший бизнес, сельхозбизнес. Но он, например, совсем не подойдет к цветочному магазину, например, да, потому что у цветочного магазина у него свои правила работы. Вот как бы две такие противоположные вещи. То есть, это, скорее всего, как бы, ну, должно вас как бы насторожить в том плане, что, ну, скорее всего, опыт не совсем релевантный с тем, что вам требуется. Но не отбрасывайте сразу этого человека. Продолжите с ним встречу. И узнавайте, какие технологии и инструменты он использовал. Пускай вы, например, в данный момент, когда вы разбираетесь, вернее, когда вы с ним разговариваете, допустим, вы в технологиях не совсем понимаете. Но некоторые совсем не понимают технологии. И тем более инструменты, которые вам будут говорить программисты, тоже совсем непонятны. Вот. И совсем неизвестны. Но ничего. Вы слушаете, как человек. Ваша задача услышать, как человек разговаривает. Потому что вам с ним общаться. Вот. И если человек начнет, начнет как-то вам что-то объяснять занудно, так, что вы уже сидите и у вас уже вот так вот срубает вас вот на этом. Все. Это значит, вы с ним общаться, вам с ним общаться будет тяжело. Потому что, ну, как бы, это уже такое-то, кстати, вы ставите себе такой какой-то минус в голове или там на чек-листе, который вы себе сделаете. Вот. Дальше, дальше важно понимать, вот как, ну, это как бы минусик, но он не ключевой минус там, да. То есть, ваша задача узнать, каких результатов он достиг. Потому что в моей практике встречались, ну, очень нудные программисты. Ну, капец, какие нудные. С ним разговариваешь, там, реально засыпаешь или хочется начать бить головой об стол, уже там, биться там или об стену. Вот. Но, тем не менее, у него прекрасный код, качество кода. У него прекрасный, вот, вот ты ему как-то и занаписал. Вот он, вот, прямо вот как ты видел, вот он тебе так и сделал. Представляете? А человек занудство полное. То есть, да, вот. То есть, вот это надо тоже понимать. То есть, какие результаты, какие результаты достиг программист, очень легко проверить. Знаете как? Если он, если вы, например, делаете мобильное какое-нибудь приложение для мобильного телефона, вы говорите, ну, давай, говори, где у тебя там в App Store или там в Google Play Market, там, где у тебя там, как называется твое приложение? Ну-ка, 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 сейчас посмотрим. Вот. Вот это вы сразу можете смотреть в процессе разговора, ничего страшного. Там, потому что какие-то вещи вы в приложении, если будете без него смотреть, да, вы что-то можете не понять. А то вы, так, ну, что-то какая-то кнопка кривая, что она значит-то? Ну-ка. И слушайте, как он рассказывает, как он объясняет. Это тоже важная вещь. Вот. Потому что вам этот человек будет и пользовательские инструкции писать потом, в дальнейшем. Дальше у нас еще очень важная история, какие отзывы он получил от своих заказчиков, да. Вот. И историю этих отзывов очень легко увидеть где? Опять в этом Play Market и в этом же App Store. Вот. Потому что там есть такой раздел отзывов. Конечно, там эти отзывы могут быть такие, как бы, такие купленные там, да. Но вы же тоже занимаетесь бизнесом. У вас тоже есть там пиар свой, да. Вы пиарщику своему скажите, ну, чувак, почитай, там, что там написано. Ты мне вычислить те, которые там боты написали там эти, да. А какие там написали реальные люди. Это, кстати, видно невооруженным глазом, когда вот эти купленные отзывы такие. Почитайте отзывы. Очень полезная штука. Вот. То есть, получается, получается, вот как бы, и тоже, предыдущие, то, что вот мы видели на предыдущем слайде. То есть, вы должны подобрать программиста, который подходит вам. Подходит вам, с которым вам комфортно общаться. Вот. И, ну, способ работы и стиль коммуникации мы с вами обсудим отдельно чуть-чуть, да. Но вот это как бы, вот это вам фраза, которая, не знаю, вам надо вот как бы вот таким вот неким вот каким-то вот прямо лозунгом, да, вот девизом таким вот, да, в компании по подбору программиста, да. То есть, и не только программиста, а любого проектного человека. Я хочу сказать вам сразу, да. Теперь смотрите, вот как вот способ коммуникации вообще вот это все проявляется. Вот у нас есть, у нас есть несколько подходов в разработке, да. Есть гибкие технологии, есть жесткие технологии там, да, разработки. Гибкие технологии – это agile, scrum, вот. Вот. И если вы вот эти гибкие технологии планируете использовать, и самое главное, чтобы вы понимали, как их использовать, эти технологии, вот, то мы, кстати, про технологии чуть-чуть попозже, я вот вам, как мы с вами попозже поговорим про подходы, вот эти, которые я, по крайней мере, увидел в своей практике, я с вами поделюсь своим видением. Так вот, и вам, при гибких способах, вам нужен программист, который умеет работать в команде, да, то есть, вот, даже если у вас какой-то маленький проект, который не предполагает большое количество людей, все равно даже в маленьком коллективе надо уметь коммуницировать, да. Вот это важный, вот этот soft skills, как это правильно, как это модно сейчас говорить, мягкий навык, вот. Вот, потом дальше адаптироваться к изменениям, тоже это изменения, вот, по поводу изменений в проекте мы с вами в прошлый раз говорили, да, ничего у нас не отлито в железобетоне, вот, проект такая штука живая, то есть, вы можете какие-то вещи делать, и в процессе, например, изготовления, приготовления, там, выполнения приложения мобильного, вы видите, что, к примеру, на рынке вот это решение, которое вы хотите применить, никто не применяет. И никто не применяет, ну, может быть, какой-то вы, конечно, изобрели что-то суперпрорывное, и вы хотите это сделать, тогда делайте. А если вы, например, смотрите, и у вас вот это решение, которое вы пытаетесь применить, вы его там где-то почитали, там, в журналах каких-то, там, в статьях, еще где-то там, в интернете что-то начитали, а теперь вы его не видите нигде в приложениях. Для вас это что обозначает? Для вас это обозначает, что оно все, оно уже изжило себя, то есть, о нем уже написали, значит, уже что-то есть более новенькое. Вот, поэтому вам надо, вот, изменения, чтобы эти изменения у вас были, и чтобы, самое главное, чтобы программист тоже не был костным, да, чтобы он, чтобы он, как бы, создавая для вас систему под ваши техзадания, чтобы он понимал, что какие-то изменения возможны, то есть, его надо к этому подготовить морально, да, чтобы человек понимал, что в случае чего придется переделать половину программного кода, потому что, ну, что-то изменится. Ну, это же, как говорится, любой каприз за ваши деньги, вот, поэтому вот к вашим капризам он должен быть готов, то есть, адаптироваться к изменениям, говорится, таким научным термином. Теперь дальше, у него, вы все предусмотреть не можете, вот, вы не можете, например, знать, что какие-то там требуются регистры, какие-то там диски, какие-то как-то памятью управлять, там, серверами как-то управлять, вы этого просто, ну, это не ваша работа, это не ваш уровень ответственности, хотя, если вы в этом разбираетесь, это круто, вот, и поэтому какие-то вещи, там, в части системных вещей, там, да, программист должен в состоянии быть, он должен быть в состоянии оценить, вот, и принять какое-то решение, которое поможет сделать проект лучше, более работоспособным, да, более устойчивым. И самое важное, что программист должен уметь вам показать, чего он достиг, ну, чего он достиг, вот, сидит человек, что-то месяц, что-то делает, там, или неделю-две, там, ну, как вы построите процесс контроля, вот, и, вот, а что он делает? Вот, вот, вы должны подойти и сказать, ну, он должен вам, то есть, у вас, во-первых, вы должны понимать, как вы будете проверять результаты, да, а, во-вторых, он, человек, программист, он должен быть в состоянии вам продемонстрировать, вот, под ваши требования, потому что, например, были, была ситуация, там, у меня в другом, ну, там, как бы, чуть-чуть в другой сфере, ну, там доходило до того, что ко мне заходил руководитель такой, заходил такой, рядом со мной садился, такой, говорит, ну, рассказывай. А я тогда молодой был, еще такой горячий, такой, говорю, что рассказывать? Он говорит, рассказывай все. Вот, вот так вот у вас не должно строиться, то есть, вы должны говорить человеку конкретные вопросы, и человек должен конкретно отвечать, потому что, ну, не у вас нет времени слушать всякую чушь, да, не у него нету, потому что, я вам объясню еще, какая фишка у программистов есть. Есть такое состояние, вот, психологическое состояние, ну, называют его состояние потока, да, то есть, когда ты сидишь, вот, что-то делаешь, какую-то работу, вы тоже замечали наверняка у себя, то есть, когда вы сидите, какую-то работу делаете, прямо вот, прямо такую работу делаете, работу, да, вот, у вас какой-то процесс идет, вы что-то пишете, или вы что-то читаете, или вы что-то решаете, какое-то решение там вырабатываете, И у вас прямо вот идет, у вас прямо вот прет такое-то, да, вот вы прямо делаете. И кто-то у вас хлоп отвлек, звонок какой-нибудь или еще что-то. Вы отвлеклись, там поговорили, что-то еще сделали. И вот потом у вас уже опять не идет вот это вот состояние там, да. То есть вам, чтобы в это состояние зайти, вот в среднем, вот то, что эти психологи там говорят, полчаса человеку требуется, чтобы войти в состояние потока опять. Вот в тот, нащупать тот поток, который был. Представляете, полчаса времени. То есть вы эти полчаса времени что-то будете делать, понимаете, но отдача будет не та. И только опять через полчаса вы в состояние потока войдете. И получается вы этого программиста, который в состоянии потока находится, вы его там дернули, он отвлекся, ну, с вами там, ну, главное, чтобы по делу, да, потому что полчаса ему тратить на то, чтобы опять в поток войти. Вот, вы с ним поговорили, вот, он вам все рассказал, вы пошли. То есть вот, и он прогресс вам продемонстрировал, он дальше работает. Вот эта штука важная, понимаете, ну, я надеюсь, что вы прям прочувствовали. То есть еще раз вспоминайте мой дисплеймер, который я вначале сказал, да, то есть я ничего не хочу сказать ни против никого, ни супер за того-то. Я сейчас вам говорю как вот говорящая голова, которая пытается вам объяснить, что, ну, как вот эта психология работает там, да, это вот. Вот мы сейчас в психологии копаемся, ну, такими обычными словами. Вот, теперь, если у вас есть жесткая технология разработки, да, то есть жесткая технология, это что такое? Это вот, ну, кстати, моя любимая технология, каскадный метод, да, вот, или вот по-английски он называется waterfall, могу неправильно назвать, вот я по-немецки разговариваю, я по-английски не разговариваю, но переводится на русский язык, вот этот waterfall, падающая вода. То есть вот технология, вот, по сути, вот каскадный метод, который, да, вот русский термин, русскоязычный термин, каскадный метод, он, собственно говоря, соответствует вот этому падающей воде. Вот, в чем заключается в том, что это очень, ну, жестко. Я вам сейчас, я говорю, отдельно мы поговорим. И вот когда у вас идет вот эта жесткая, жесткая система там, да, то у вас, соответственно, все жестко, проект очень жестко прописан, вот, у вас никаких нету там, никакого люфта нету, или не должно быть, по крайней мере, да, и у вас для того, чтобы выполнить каждый этап проекта, есть четкие инструкции. То есть программист что должен? Он четко должен по инструкциям уметь работать там, да, и даже уметь работать все по инструкции умеют там, да, но кто-то проявляет желание работать по инструкциям, а кто-то пытается их нарушать. То есть вам вот это, конечно, вот, вам надо, чтобы человек, если у вас, если вы предпочитаете каскадный метод, то, значит, вам нужен человек, который четко по инструкции идет, потому что то, насколько четко каждый, вот, на каждом этапе выполнена инструкция вот настолько четко будет получится результат который предполагается в конце проекта вот это важно понимать вот дальше понятное дело что если есть каскадные вот метод дакают жесткие там есть сроки и стандарты до стандарты качества то есть там по прохождении какого-то определенного этапа мы должны увидеть вот вот это вот и которое должно работать вот так вот да то есть вот вы должны вот это четко для себя понимать и человек должен это тоже понимать и вам вот под это дело все соответствует дальше когда и вот каскадный метод он предполагает но все методы предполагают хорошее документирование но каскадный метод это особенно чувствительная тема потому что там есть но так как и так как работы идут идут именно сверху вниз или снизу вверх как хотите там да вот то у нас получается очень часто случается ситуация что то что мы делали вначале мы же к этому уже не возвращаемся мы же это сделали но забывается поэтому документировать надо вот это вот поэтому все четко над делать и понятное дело что он тоже должен уметь отчитываться о своей работе то есть когда каскадный метод ну вот жесткие вот эти методы разработки они на самом деле подразумевают что человек что человек умеет умеет отчитаться за результаты своей деятельности так теперь давайте мы с вот коснемся коснемся такой штуки и поговорим вот вот эти методы чем они отличаются потому что не все понимают но все знают от жарил там да вот этот скрам вот я сейчас сказал вам каскадный метод тут про него и не слышал там но waterfall многие слышали там да метод вот и как бы это я назвал такие три самых таких распространенных да вот аль понятное дело есть там комбинированные методы но мы сейчас рассмотрим чтобы было понятно как это работает как это работает именно в режиме как сказать как это работает тогда вот и я это сделаю вот ну тоже в режиме мема такого да вот вам нарисуем вот смотрите допустим вот у нас и вот у нас есть три вот этих вот три разных команды три разных команды вот мы разделим на три части наш экран. Кстати, видно? Третью часть. Не видно. Сейчас я так поправлю. Будет видно. Вот. И вот эта команда, она будет использовать каскадный метод. Каскадный метод. Вторая команда будет использовать метод agile. А вот эта команда будет использовать метод scrum. У всех будет стоять одна задача у команд. За два года. Вот мы условно разделим экран на два года. На две части. Вот это первый год. Вот это второй год, соответственно. Вот. И у них будет задача. За два года сделать что? Сделать ракету и отправить ее в космос. На планету Марс. Никуда-то. Амбициозные задачи ставят. Вот у них такая должна получиться ракета условная. Вот. И вот он где-то тут вот Марс. А, Марс у нас в красном цвете. Да, красная планета Марс. Марс была красная планета. Вот он Марс. Ну и что вы думаете? Пошел проект. Вот. И начинается. В чем отличие вот этих методов? Да, вот во-первых. Каскадный метод у него, как я уже сказал, это есть определенные этапы. Там начинается, например, для ракеты. Там надо разработать, надо разработать сам чертеж ракеты. Потом под этот вот, ну, размеры понятия этой ракеты. Там, да, потом двигатель. Там топливный бак. Салон для этих, для космонавтов. Куда место кладовая, где они эти запасы будут держать свои, чтобы там не умереть на Марсе, когда приедут с голоду и от жажды. Вот. Вот, вот есть такая, и вот это все, вот это каждый, каждый этап, он четко расписан. Есть четкие сроки. Вот это все работает. Ну, бюджеты, все расписано. Эджайл. У него немножко смысл другой. У Эджайла. У него, не то, что немножко, у него смысл вообще другой. То есть, есть какая-то глобальная задача. Вот они понимают, задача глобальная полететь на Марс, да, на ракете. Вот. И они говорят, ну, хорошо, лететь на лететь на Марс. Лететь на Марс. И они говорят, и они вам, как клиенту, сначала подкидывают какие-то вот такие, ну, ну, выдают какую-то идею на гора. Или там, может быть, даже решение какое-то техническое на гора. И говорят, а вот полет на Марс, воздушный шар, прекрасно взлетает. Вот. Прекрасно взлетает, летит. Вот. Это вот как бы первая идея от команды Эджайла. Потом, а вы ему говорите, этому человеку, проект-менеджеру, говорите, не-не, подожди, у нас все-таки шар-то летает в атмосфере, а там же за пределами Земли атмосферы нету. То есть надо что-то такое, что летает в безвоздушном пространстве. То есть там, ну, шар уже не подходит. Давай что-то дальше разрабатываем. И вот они вам, вот они там, вот в этой команде они вот работают вот таким образом, да, то есть они постоянно генерят какие-то идеи, вот он и выходит. Теперь дальше скрам. Вот. У скрама у него есть схожесть, он схожий с методом, с методом каскадного, но отличие заключается основное в том, что вот скрам это они берут вот этот общий план график работ, который есть. Или план график, или даже нет. Даже не план график работ. У них это называется скоп работ, то есть объем работ, который надо выполнить, и количество работ, которые нужно выполнить. Там чертеж, ракеты, двигатель, элиминаторы, кресло, там салон, там вот это все. То есть у них вот как бы они вот это берут на куски, вот это куски, и у них вот под каждый вот это, и это вот называется как раз-таки вот эти, ну, вот эти фрагменты, да, назовем их так. Не хочу умными словами сыпать, но ладно. И вот они, вот они берут и начинают, и начинают вот это делать там, да, вот у них и получается, что они как бы распараллеливают, и работы идут параллельно. То есть сама идея очень классная, да, вот это вот. Но мы сейчас смотрим в применении к ракете, которая должна полететь на Марс. И вот они вот это все делают, здесь вам про этот шар, здесь они говорят, ну давай мы сейчас ракету будет делать один, Вася, там это будет делать Петя, это кто-то еще будет делать, вот, и так далее. Что происходит? Что происходит дальше? В процессе в первом году возникают проблемы, как это, как обычно в первом году возникают проблемы, проблемы с бюджетом, проблемы с бюджетом, вот, проблемы какие-то технического характера, и что происходит на каждом из этих вот видов, вот этих вот подходов, в каждом подходе. Но здесь в каскадном пересматриваются просто сроки, даже не сроки пересматриваются, а, например, если они понимают, что срок все-таки жесткий, каскадный подразумевает жесткость. То есть, срок, он все, два года и должен полететь. Вот, они говорят, они уточняют технические задания. То есть, если, например, есть проблемы с бюджетом и с техническим воплощением, то это значит, что, ну, что-то делается меньше, то есть, и это объявляется заказчику, что это делается меньше. И как бы, и технически они как бы говорят, ну, вместо того, чтобы у вас было, например, там пять кресел, будет четыре, и эти четыре кресла будут не в мягкой обивке, они будут просто железные там ковши поставлены там, да, чтобы космонавты сидели, ну, условно говоря. Вот, здесь agile. В agile они, так как они идеями сыпят и сыпят, они всегда, тут как бы подразумевается, что у agile как бы идеология, что это как бы устойчивая технология, что что бы там ни происходило в процессе выполнения проекта, все равно всегда находится решение, которое позволит проект продвинуть вперед, да. То есть, тут происходит такая вот циклическая движуха, да, у agile, стандартная agile движуха. В чем их движение стандартное? Что проектирование, выполнение, испытание, контроль, да, вот. И вот они четыре основных шага, и вот они вот в этих вот, вот в этих вот четырех шагах, вот они, вот у них вот по кругу идет движение, да, то есть, и подразумевается, что оно идет не просто по кругу идет, а подразумевается, что оно вот по такой вот восходящей спирали идет. Вот. По восходящей спирали, вот так вот я нарисую, вот как вот смогу спирать, да, то есть, вот как бы с каждым витком, с каждым витком вот этих вот процедур у них идет, ну, расширение самого фронта, да, и как бы работы выполняются, все происходит по восходящей, да, то есть, вот работы делается больше. Скрам происходит примерно то же, в скраме примерно то же самое, подразумевается, что это устойчивое, там они начинают искать группы, которые сделают что-то дешевле, объявляют технические ограничения и говорят, что все равно надо достичь результата. И тут у них вот тоже идет, у них вот идут такие вот внутренние вот по группам разделения, вот у них вот такие же спирали идут внутри, да, то есть, они условно, условно чем-то похожие на общие джайл, но только оно как бы фрагментировано. И что, пошел второй год, второй год уже надо бы сдавать работы, и что мы видим? Вот этот, вот этот первый, вот этот наш первый, который каскадный метод, да, он сделал, да, он сделал ракету, она получилась не такой могучей, она получилась примерно вот такой вот, вот. И она, что самое интересное, полетела куда? Полетела, но не на Марс, а на Луну, то есть, вот у них же там изменилось, там, да, вот. И ракета уже летит на Луну, вот она все, полетела, год прошел. Что происходит у этих ребят, которые наеджали? Они же, ну, как бы генераторы идей, вот, у них же все должно круто получиться, вот. И они вам в конце выдают, что они выдают? Они вам говорят, слушай, чувак, ракета не получилась, но получился классный пылесос, вот, классный пылесос, у него такие перспективы на рынке, ты его так дорого сможешь продать, нафига тебе этот Марс? Вот, летай на пылесосе, вот, или там, пользуйся пылесосом, ни в чем себе не отказывай. Ну, ладно, расстроенный заказчик говорит, ладно, блин, что делать? Пойду в скрам схожу, что ж там скрам-то на мне? Они-то уж наверняка, они же там, этот, какой, они же там на Марс уже летят. Приходят в скрам, а скрам говорит, смотри, чувак, мы тебе, мы тебе по твоим требованиям сделали офигенское кресло пилота, оно очень удобное, у него там физиологическая поддержка, там, у него системы жизнеобеспечения встроены. И там космонавт сможет лететь на Марс вообще спать, да, вот этот, сколько, полтора года лететь на Марс, будет полтора года спать, нормально. И смотри, какой мы замечательный придумали иллюминатор, он сам затемняется, у него там опускается шторка какая-то, если солнышко посветило, и вообще классно. А ты говоришь, а где ракета? Они говорят, слушай, ну, ракета там в других группах, они сейчас там как бы делают, ну, они ее сделают, не волнуйся. Вот что происходит. Вот, собственно говоря, понятное дело, что то, что я вам рассказал, это очень утрировано, вот, это очень, ну, я постарался так немножко, ну, как бы выпукло вам показать, насколько это, насколько эти технологии отличаются, вот. И еще раз хочу сказать, ну, так, это мое личное мнение об этих вот подходах, но причем оно, ну, как бы опытом продиктовано, да, то есть я почему взял именно вот эту вот, про эту ракету там, да, то есть какие-то сложные вещи, какие-то сложные вещи, ну, вернее, чтобы было видно на одинаковом примере, на одном и том же, да, и в рамках одних и тех же ограничений. То есть, ну, еще раз говорю, мнение автора может не совпадать с мнением редакции, вот, поэтому здесь, здесь уж, как говорится, как говорится, звонят и хлопцы, бананив нема, да, то есть вот, что есть, то есть, поэтому здесь мы работаем, здесь мы, вот, вот, мое мнение, вот оно такое, но это совершенно не значит, что я не буду, к примеру, и вы, например, что вы не будете работать по методу agile, да, какие-то проекты, их лучше делать по методу agile, поверьте мне, да, но это, ну, еще раз говорю, менеджмент вот такого проекта, который, вот, вот эти гибкие системы, которые agile и scrum, вот, эти гибкие системы, они требуют очень жесткого менеджмента, то есть, понимаете, вот, как бы, тут, как бы мягкость и демократия внутри исполнителей, там, да, и на уровне исполнения, но сверх жесткость на уровне менеджмента, да, то есть там, человек, который ведет вот эти скрамы и который ведет agile, это должен быть человек «железная рука», да, то есть вот с такой железной рукой, с такими когтями, потому что вот эти люди, которые вот здесь вот работают, они должны понимать, что если что-то пойдет не так, их вот этот вот человек, который руководит проектом, он их вот так вот, на мелких ветеринах, как он на маленькие части, там, да, порвет, вот, и понятное дело, что это не должен быть парализующий страх, но это должно быть понимание ответственности там, да, то есть хотя вот эти методы, они как бы, они вот это, они призваны тем, что, они призваны к тому, чтобы особенно вот метод наш скрам, вот, он как раз таки ответственность размазывает, то есть там получается, что ты приходишь к человеку, это как вот у Райкина, да, приходишь, костюмчик не сидит, а он говорит, ну что, пуговицы нормально держатся? Нормально. Вот, это моя команда пришила пуговицы. А рукава как? Рукава отрываются? Ну, дергает рукав. Нет, рукав тоже хорошо. Вот, это вот, это команда шьет. Или там, да, вот. То есть получается, каждый в отдельности вроде классный, вот, а костюмчик-то не сел. Вот, поэтому вот чтобы костюмчик сел, вот этих людей надо везде прямо, ну вот, я еще раз говорю, руководить проектами, которые по мягкой технологии выполняются, надо руководить ими с железной рукой. То есть надо им, да, да, там дается много свободы в процессе выполнения, но железная рука, еще раз говорю, да, то есть это, ну, это как бы такое отвлечение от нашей основной темы сегодняшней, там, да. Но, тем не менее, я об этом говорю, потому что это очень важно понимать. Так, сейчас. Вот, теперь мы с вами возвращаемся к нашей, к нашей теме про программиста, да, то есть, ну, надеюсь, что это было, вот это отступление, оно было полезным, оно полезно. Вот, теперь нужно, что нужно нам понимать с вами, да, как вы с программистом будете работать. Потому что сейчас у нас время такое, что не все программисты, программистов мало, спрос на них высокий, вот, вернее так, программистов достаточно, вот так вот, скажем так, программистов достаточно, а хороших программистов мало, вот, и спрос на них высокий. И очень часто эти люди, которые хорошие программисты, которые по-настоящему хорошие программисты, они очень часто работают онлайн. Вот. Но некоторые есть, которые оффлайн предпочитают. Вот я знаю как минимум двух человек, которые говорят, не-не, нам этот, мы вот мы в офис хотим приехать, мы в офисе, мы себя чувствуем хорошо. У нас там кофемашина есть, мы ходим кофе пьем, мы там потусим. Потому что работа программиста, она связана не только с тем, что он сидит и постоянно кодит. Вот. Кстати, хочу сказать по этому поводу, что у программиста, чтобы вы понимали, у программиста, да, у него 8 часов рабочий день, условных 8 часов. Есть программисты, которые работают дольше, но как бы мы возьмем, исходя из трудового кодекса. Вот. И у него на программирование в день, в лучшем случае, 5 часов тратится. Вот. 8 часов рабочий день, в лучшем случае 5 часов. Пропорцию посчитаете сами. Вот. И получается, что вот программист эффективно программирует, может программировать 5 часов в день максимум. Вот. Не встречал я других. Вот. Поэтому важно, чтобы человек был быстрый и хорошо, и была хорошо настроена коммуникация. Ну, это мы с вами дальше посмотрим. Вот. Дальше. Как человек предпочитает общаться? Устно или письменно? Потому что некоторым людям бывает достаточно просто устного указания. Ты ему говоришь, сделай так и так. Он понял, что от него требуется, быстро сделал и все нормально. А другие, ну и такие большинство, они говорят, ну, как бы все понятно, но что конкретно, не ясно там, да? Ты не можешь это как бы письмом написать? Ну, они как бы подстраховывают себя, чтобы не было там каких-то потом претензий, да, что они что-то сделали не так, да? Они, потому что потом им письмо покажут, скажут, вот ты же сам написал, вот мы тебе и сделали, как написано. Вот. Поэтому тут тоже, вот это важно понимать. Вот что вы предпочитаете? Какой сорт людей вы предпочитаете? Я, например, предпочитаю смешанный тип, да, то есть, что я ему устно сказал, мы уже полетели, процесс пошел, и я ему вдогонку шлю уже письмо, где я фиксирую наше договоренность, ну, как письмо, письмо-протокол, да, что, и это и мне удобно, потому что у меня тоже много задач, например, да, я что-то забуду, действительно, я сам забуду, что я ему говорил, но я потом открою письмо и посмотрю, до чего мы договорились, там, да, и я быстренько сразу в состояние потока войду при помощи моего вот этого как-то ключевой фразы, какой-нибудь в письме, вот, и дальше какой тип общения предпочитает человек, формальный или неформальный, например, да, там кто-то говорит, ну, меня по имени отчеству, пожалуйста, называйте, там, да, вот я там вот такой вот, что-то такое, или там со мной, чтобы вот встретиться, вы мне, пожалуйста, за неделю напишите письмо, или там, а в письмо вложите там, вложите презентацию, или, не знаю, не презентацию, а вложите повестку дня, которую вы хотите обсуждать со мной на этой встрече, и так далее и тому подобное, то есть вот как вот способ коммуникации, то есть и среди вас, и вот есть люди, которые предпочитают и те, и другие способы коммуникации, кто-то предпочитает смешанный способ коммуникации, вот, я предпочитаю смешанные способы коммуникации, то есть я специально вот это делаю, вот эти именно полярные, вот эти обозначаю, да, моменты, а там уже каждый, вот он в процессе, в процессе подбора, он уже сам определяет, насколько он, в какую сторону он склоняется там, да, при подборе, в жизни, в стиле работы в своем, даже так, в каком положении ваш стиль работы находится, ближе к формальному или ближе к неформальному. И вы, соответственно, себе человека должны подбирать, который отвечает вам под ваш стиль. Мы сейчас говорим о том, что мы про вашу психологию говорим. И, соответственно, мы вашу психологию сейчас стыкуем с психологией программиста, которого вы будете искать. Теперь дальше. Что еще вообще очень важно? Ну, оно как бы... Ну, все важно, что я говорю. Но вот это важно, прямо оно как бы с красненьким светится. Это вам нужен программист, который будет заинтересован в том, чтобы ваш проект взлетел. Чтобы это у вас работало все. Потому что если человек придет такой, ну, как бы он придет, он крутой, но он такой крутой. И он типа, ну, вот я сделаю, что вам это, да, ну, вот как бы за все, типа, это, типа, ваше, я вот для вас сделаю, и все. Нет. Он прямо должен гореть. У него глазки должны светиться там. Вы прямо должны видеть, что это прямо... Вот он смотрит, слышит про ваш проект. Вы ему ночью позвонили. Он такой раз, и все. Он включился, он в потоке сразу. То есть, это очень ценное качество. Такие люди есть, их мало, но они есть. И вы для того, чтобы вот человека зажечь, он сам по себе не горит. То есть, он идет рядом, вы не заметите, это человек с обычным взглядом, он идет куда-то, у него свои цели в жизни, он все... А вы должны ему продать свой проект, понимаете? То есть, вы должны продать свой проект человеку, чтобы он его купил, ну, как бы, понятно, да, о чем я говорю, не то, что он за деньги, а именно внутренняя психологическая продажа должна пройти. То есть, вы должны ему... Вот ценность вашего проекта и перспективы, вы должны ему обозначить. И вы должны ему обозначить, ну, учитывая, что вы уже с ним... Что мы говорим продолжение разговора там, да? То есть, на предыдущих этапах разговора, которые мы на предыдущих слайдах мы смотрели с вами, Вы уже, значит, уже на какой-то единой волне То есть вы, значит, уже как-то ему двигаете перспективы и ценности Рассказываете, опираясь на то, что, ну, как бы Это, ну, человек, ну, как это называется Ну, что на всех предыдущих этапах он как бы с вами сошелся Там, да, вот где тут ключик всунулся в замочную скважину И вот зубчики вот эти вот, вот одни штырьки, вот другие вошли в какие-то ямочки Вот мы сейчас следующую ямочку смотрим, да, войдет, не войдет штырек И вот получается, вот эти перспективы вашего проекта вы должны обозначить, да Понятное дело, что нужно дальше это все делать Ну, все мы за деньги работаем, да, ему надо предложить нормальную оплату Потому что есть люди, кстати, которые работают, ну, заходят на проект, которые загорелись, им понравилось Вот вы ему платите мало, вот, и вы готовы, ну, у вас маленький бюджет, например, там, да Ну, разные причины могут быть маленький бюджет Или вы, там, например, как-то мотивацию выстраиваете, что сейчас я тебе заплачу мало А потом я тебе, когда все, типа, взлетит, я тебе заплачу, там, какую-то проектную премию Да, такой тоже рассматривается Но в любом случае это все должно быть адекватно То есть если, ну, то есть человек должен понимать, за что он работает Это ему к тому, что у него сам склад характера такой, что он хочет вам помочь и сделать для вас, да Это еще закроет его потребности физические и физиологические, там, да, какие угодно Там, семейные вопросы закроет его, да, то есть у всех там семьи есть, там, или там какие-то личные проблемы, которые надо решать Мы их решаем как? За счет денег, которые получаем от бизнеса или которые получаем от зарплаты от своей Вот, поэтому здесь вот эти вещи должны быть адекватные, да, то есть если вы какой-то делаете То есть какой-то делаете важный проект, вы должны для себя понять, ну, насколько вы готовы, ну, вот что для вас адекватно, там, да Там некоторые идут по принципу тендерно, там, да, там, ну, кто дешевле возьмет, того и возьму Да нет, вы можете ошибиться, потому что тот, что берет дешевле, он сидит у вас, там, придет к вам поработать, там, да Ему кто-то предложит подороже, и он идет туда, и у вас останется брошенная недоделанная система И вот уж поверьте мне, вот эту брошенную недоделанную систему, потом, когда вы будете нанимать еще другого человека Который будет ее доделывать, там, или человек, или фирму, вот, то вам придется, может так получиться, что вам придется переделывать это заново Особенно, если вы делаете это по гибким технологиям, по этим, да, вот, по agile и по scrum Если каскадный метод, там еще есть шанс, что вы возьмете, там, просто один человек ушел, вы взяли другого, и он вам сделал то, что надо, там, да Потому что вы, у вас уже есть, ну, как бы, ну, каскадный метод, он подразумевает, что там человек или там исполнитель является, является шестеренкой, винтиком, да Один винтик износился, вынул его, или шестеренка, да, вынул, вставил другой, который подходит по размеру, и механизм начал работать опять, там, да, каскад начал работать опять А в agile, например, или в scrum, там нет, там заточка под личность, вот, там заточка под команду, которая там, вот, эти scrum крутила, там, да, у них, как правило, там, и какая-то документирование, там, ну, оно там есть, присутствует, если там команда или там человек дисциплинированный Ну, а не дай бог, там, с документацией какие-то, какие-то проблемы, что-то там не до конца задокументировано, вот, вы это поймете только в тот момент, когда решите заменить, или там, когда у вас убежит вот этот человек, который пришел к вам работать задешево Поэтому тут тоже, вот, тоже вот это учитывайте, но и тут тоже сильно много денег платить тоже не надо, сильно много, сильно много, неадекватно много платить тоже не надо Объясню почему, потому что, ну, есть некий предел, вот, человек будет работать, вы ему, ну, вот, есть, там, рыночная цена условных, там, ну, там, 250 тысяч, там, 250 тысяч, ну, я-то так, там, везде разные цены, в регионах разные Ну, назовем так, 250, это везде, там, HitHunter показывает, вот этот, SuperJob показывает, что программист так стоит Вот, и он говорит, и вы ему говорите, ну, вот, я тебе хочу заинтересовать, и я тебе буду платить 500 Вот, он такой, раз, ручки потерт, ну, ладно, 500, вот, ему хорошо, конечно, особенно, если человек горит там, да, вы тут не прогадаете, вы там, каждый рубль, который вы заплатите, он будет стоить тех денег, которые, он будет того стоить Ну, не дай бог, вы там промахнетесь, там, да, с выбором, и что, вы там будете тратить бешеные деньги, а у вас ничего летать не будет, да, поэтому тут вот такая история Теперь, вот, для того, чтобы не промахнуться, у нас нужно понимать, что движет нашим товарищам-программистам, да, то есть, вот, что, потому что очень приветствуется, если человек приходит к вам, чтобы получить что-то, ну, узнать какие-то Это нормально, кстати, что любое сотрудничество, оно обогащает нас друг друга новыми знаниями и опытом Это очень круто и очень правильно, поэтому многие начинают говорить, ну, как, что я его буду учить? Да нет, вы ему чего, и вы его чему-то научите, и он вас чему-то научит Не забывайте, там, всегда вот это есть баланс, всегда, вот, плюс-минус, там, где плюс какой-то образовался, в каком-то, в другом месте ровно такой же минус, и наоборот Вот, поэтому тут обмен у вас будет, вы это поймете, и вам, ну, и вы это поймете, но у вас этот обмен, при том, что вы предыдущий вот эти, вот эти, вот эти чек-лист, чек-лист предыдущий пройден успешно, скажем так, да, кандидат Потом дальше, если человек хочет решить сложную задачу, у вас там, может быть, там, сложный проект какой-нибудь, там, да, сложная интеграция или что-то еще Это приветствуется, да, потому что если человек хочет решить сложную задачу, он горит этим всем делом, дайте ему, он разберется обязательно Потом есть мотивация, что хочет создать полезный продукт, да, вот, то есть вы его вот как раз заинтересовали вот вашим, вашим проектом, вашим продуктом Да, да, полезный продукт, это нормальное желание человека создавать что-то полезное, да, вот, потому что без полезных людей их на самом деле достаточно, вот Нам, мы с вами, мы с вами тут собрались, мы с вами все полезные люди, вот, поэтому мы с вами разговариваем о том, что то, что мы делаем, оно должно быть полезно для общества, полезно для человечества, там, да, и так далее Вот, поэтому вот это важно, вот, ну, или там бывает, что человек просто хочет заработать денег Такое тоже бывает, это не возбраняется, это не возбраняется Если он достаточно профессионален, там, да, вот он уже видел много чего, и вы для него, как бы, являетесь, он загорелся вашим проектом, он хочет его выполнить Но он знает, что он его сделает. Он чувствует свои силы. И он просто говорит, да, меня заинтересовала зарплата, которую вы платите в том числе. Это тоже не должно коробить, но оно как бы должно вам чуть-чуть начать. Как бы такая желтенькая лампочка должна появиться. То есть, если просто заработать денег, это неплохо и нехорошо, но как бы желтая лампочка включилась. Теперь дальше у вас должна быть система, не система, а вы должны для себя заранее, конечно, продумать по-хорошему. Продумать, как-то вам надо же протестировать. То, что вы с ним пообщались до этого, это отлично. Вы там подошли друг к другу. И тот, кто у вас прошел вот это. Вы можете, кстати, не обязательно, то, что я вам сейчас говорил, это не обязательно за один раз, за одну встречу делать. Можно делать несколько встреч. То есть, то, что я вам в предыдущей слайде показывал, это вы делаете на одной встрече, а тестовое задание, например, вы делаете на встрече, которая отдельно планируется. Потому что человеку надо сказать, вот у нас будет кейс тестовый, вот приходи в такое-то время, мы сделаем, поделаем тесты, поделаем это тестовое задание. Самое главное, что вы должны человеку объяснить, что если это тестовое задание, ну, тестовое задание там должно быть какое-то тоже полезное, ну, в том числе и для вас, возможно. И если вы понимаете, что если вы ему в качестве теста хотите дать какую-то разработку чего-то, да, вот чего-то для вас, ну, чтобы вы поняли, что он работает, что он делает какие-то работоспособные вещи, да, вы ему можете сказать, что человеку, я тебе эту работу оплачу. Хоть это будет тестовое задание, я тебе ее оплачу при условии, что то, что ты сделаешь, взлетит, например. Вот, то есть у человека не должно быть, потому что очень много таких вот ситуаций, что такие, ну, разные работодатели есть там, да, но я встречал в жизни таких вот, которые дают тебе тест какой-то, да, говорят, это тест, ты делаешь этот тест, думаешь, что это тест, а это на самом деле реальный кейс рабочий. Вот, и ты, полагаясь на свои знания, на свои опыты, решаешь вот эту задачу, вот, люди ее берут бессовестно, потом ее используют, а тебе говорят, ну, извините, вы нам не подошли, к примеру, ну, или там берут тебя уже там, да, вот, но, как бы, ту задачу, которую ты сделал, ты им, как бы, сделал авансом за бесплатно. Вот, поэтому совершенно нормально, если вы, там, какую-то установите для человека, чтобы человек, просто, я объясню, почему, потому что многие эти тесты не любят, там, 9, ну, из 10 человек, 9 человек могут у вас отвалиться вот на этом этапе, и чтобы они, а там уже среди этих людей могут быть люди, которые вас заинтересовали, понимаете, и чтобы вам вот это, и чтобы человек у вас не, ну, как, не соскочил, вот, вам нужно прямо к нему, к нему прийти и сказать, вернее, к нему обратиться и сказать, слушай, ну, ты давай, я тебе, я тебе это дело оплачу, вот, я тебе оплачу эту работу, не волнуйся, приходи, сделай тест, если он будет ценный, если он взлетит при тебе, оно заработает, то все, вот деньги, вот тебе деньга, вот, ну, хочешь там на карточку, хочешь там наличными, вот, то есть, вот это надо обязательно, чтобы это было все так работало, то есть, вот вам еще психологический, психологический лайфхак, вот, теперь, теоретическая часть кончилась, вот, и я готов ответить, сколько у нас на время, нормально, 8 минут еще, вот, я готов ответить на ваши вопросы, вот, давайте мы, давайте мы перейдем к ответу на вопросы, если они есть, да, ну, я, вот, кто был на прошлой встрече, я говорил, что мы, вот, посвятим какую-то часть времени разбору кейсов, давайте, если кто-то готов, вот, Михаил там тогда включит вас, вот, тогда посмотри, Михаил там тогда посмотри, кто там, 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 как-то проявляет желание, да, вот, там, руку поднял, там, есть такой значок поднять руку, вот, или как-то иначе себя проявите, кто хочет задать вопросы, чтобы, или кейс разобрать, и мы с вами разберем, ну, или, если там кейс не хотите, просто вопрос задайте, этот, как его, в чат, я тоже это все с удовольствием отвечу, сейчас я чат покажу себе, так, где у меня чат, вот он, чат, ну, что, и либо, либо все, либо все, как бы, говорится, либо я все понятно рассказал, и все, нет вопросов развивал, вот, ну, либо, что-то как-то этот, либо нет вопросов, правда, слушайте, а вы меня вообще слышите, видите, вы можете мне хотя бы, вот, хотя бы, слушайте, ну, плюсики хотя бы мне в чат напишите, мне будет уже прикольно посмотреть, посмотрите, пришли, о, пошел, Алена, так, да, ну, Алена, тогда и вопрос, где плюсик, там вопрос, вот, есть вопросы? Так, да, 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 Олеся, да, да, коллеги, интересно, слушайте, ну, ладно, пока, пока вы обдумаете вопросы, я чуть-чуть проанонсирую, ну, у нас, у нас, у нас, у нас, да, по поводу аналитиков, да, то есть, то, что я сказал, любые проектные люди, их можно подбирать вот по этой схеме, которую я вам сейчас обрисовал, потому что вот эта, вот эта тема с подбором, она для проекта, она, ну, так как люди, ну, аналитик, у него просто чуть-чуть другой склад, да, вот, чуть-чуть другие требования к аналитику, но в целом, в целом, вот, общие психологические моменты, они должны быть вот такие, вот, ровно те же самые моменты вы должны отслеживать и в собеседованиях, во встречах вот с этими людьми, там, единственное, вы можете для аналитика, например, вот, контрольные задания, вы ему можете там какую-то, какую-то задачку такую логическую подкинуть, да, то есть, не обязательно, что, не обязательно, что какой-то прям реальный кейс, хотя лучше всего реальный кейс, потому что логические задачки, это, ну, так себе развлекуха, вот, она не мотивирует, там, человек, я говорю, многие люди отваливаются на этапе тестов, там, да, вот, не приходят просто на тест, вот, а когда вы скажете, что, да, приходи, вот, будет кейс, который оплачивается, да, выполнение этого кейса оплачивается, вот, то человеку можно совершенно спокойно, человек совершенно спокойно можете ему дать какой-то реальный кейс вашей компании проработать. Единственное, тут смотрите, вы должны определить для себя, сколько, ну, там идет оплата, когда вот такие кейсы, я такой лайфхак по оплатам, ну, почасовая оплата обычно идет, да, и вы должны для себя определить, что, например, вот, на выполнение тестового задания выдается 2 часа, и вы говорите, что я в час, например, плачу, там, 2 тысячи рублей, или 2,5 тысячи рублей в час, например, плачу, ну, так, условно, да, вот, и все, вот, совместимость аналитиков и программистов, да, вот вопрос хороший, да, уточните, пожалуйста, особенности совместимости аналитика и программистов, чтобы связка работала эффективно. Вот это очень крутой вопрос, хороший вопрос, потому что очень, да, бывает такое, что у людей просто психологическая несовместимость, то есть люди, они, ну, есть люди, которые, программисты, которые так плохо общаются, да, есть люди, которые плохо общаются, аналитики, поэтому я вам и вот это рассказывал впереди, вот то, что мы всю встречу, обо всей, на всей встрече, то, что мы обсуждали, это ровно направлено на то, чтобы как раз вы подобрали в свою команду людей, которые релевантны для вас по своему способу общения и способу коммуникации, понимаете, то есть, если вы, например, интроверт, ну, интроверт, который такой человек, который сам в себе, вот, да, вот это все у него там, вот, то вы и людей наберете себе, интровертов, соответственно, они будут друг с другом, они нормально друг с другом будут коммуницировать, то есть, у них коммуникация наладится, потому что, ну, интроверт, интроверт, он как бы свяжется. Хотя очень часто бывает, что плюс на минус всегда, да, должен быть, то есть, какой-то интроверт с экстравертом должен работать, хотя некоторые есть такие активные экстраверты, которые там, ну, они просто бесятся, когда вот они общаются с людьми, которые такие медленные или там сильно задумчивые или что-то еще. И у вас там, может быть, споры могут возникать. Поэтому, конечно, идеально, если у вас команда интровертов, если вы интроверт, вот, если вы экстраверт, то у вас команда экстравертов подберется. Там даже не то, что вы там прям должны какие-то психологические тесты с ними проходить, да, хотя тоже никто не отменял, вот, ну, для этого с вами будет на встрече кадровик, он уже будет задавать какие-то вопросы, которые там помогут психологический портрет составить человека. Вот, а вы именно в процессе общения, вы же то, что я вам говорил, вы же человеку задаете вопросы по ходу действия, по ходу собеседования, и вы с ним разговариваете, ну, вы же с ним общаетесь, вот, и вы понимаете, что он к вам подошел. То есть, если этот человек подошел вам, и еще второй, вот, вы аналитика подобрали, и программиста подобрали, которые вам подошли, то с вероятностью, там, 90% они друг другу тоже подойдут, потому что, вот, ну, вы же будете все одинаковые, вот, вы же будете все одинаковые, поэтому и взгляды у них будут одинаковые, и у вас будут одинаковые, вы же, понимаете, вы команду себе подбираете, вот, и у вас, ваша задача подобрать команду единомышленников, вот, термин, единомышленников, да, и поэтому единомышленники, они, вот, будут мыслить единым образом, вот, ваша, ну, задача, тут просто, понимаете, главная задача тут не скатиться в аферизм, да, то есть, когда очень много, там, ну, какой-то амбициозный проект, все такое, и вот, чтобы вам просто, вот, не превратилось это в аферу, то есть, излишнего оптимизма быть не должно, еще раз говорю, у вас, как у руководителя проекта, должна быть железная рука, то есть, вы должны быть классным, как я, ну, без лишней скромности, вот, но, ну, вот, кто со мной работает, те знают, что, ну, как бы у меня, я очень комфортный человек в общении, там, да, я сама, как говорится, сама любовь, но если что-то идет не так, у меня остальные руки, у меня большие когти, то есть, я реально, я вцепляюсь, я просто человеку, ну, я человека заставляю сделать то, что он должен сделать, ну, разные способы для этого есть, но, вот, вы должны понимать, что должна быть, ну, то есть, вы, вы должны быть классным, но вы должны быть руководителем, то есть, руководитель, классный руководитель, это вообще круто, вот, но это, еще раз говорю, железная рука, железная рука, и все должны знать, что железная рука, то есть, рука должна чувствоваться, то есть, там, как бы, вы садитесь на кресло, на мягкое, там, да, но вы через мягкое кресло можете почувствовать элементы конструкции кресла, там, да, что вот у него спинка, вы там дальше не откинетесь, Вот у нас сидурка, вы тоже вниз не провалитесь, но вам сидеть комфортно при этом, вы не хотите с него вставать. Вот как это должно быть. Да, спасибо за положительный ответ, за положительную связь. Вот, собственно говоря, вот так вот. А, и что я предлагаю рассмотреть на следующей встрече? Кто придет, приходите обязательно. Вот, мы с вами будем рассматривать вопрос, который будет, который касается мотивации сотрудников, да, потому что сотрудники, которые будут пользоваться, пользователи вашей внутренней системой, вот там тоже от них очень многое зависит. Вот, поэтому тут мы с вами как раз такие механизмы мотивации, вот подстегивания, да, или там демотивации будем рассматривать. Вот, на следующей встрече. Следующую встречу мы запланируем по графику, вот мы с Михаилом еще отдельно там по графику посмотрим, и, ну, будет анонс. Вот, следите за анонсами, приходите, будет интересно. Вот, ну вот, да, приходите, будем, также проведем замечательно, проведем час времени, вот, замечательно и познавательно, вот, это все будет для всех, для всех это будет круто. Так, ну, собственно говоря, если вопросов больше нету, то мы на этом, на этой мажорной ноте можем заканчивать, да, Михаил, у нас уже время вышло, да? Да, в принципе, экран с ровно три часа мы можем заканчивать. Да, так что, коллеги, коллеги, ждем вас на следующем, на следующем вебинаре, посвященном психологии проекта, вот, там мы с вами рассмотрим еще не менее, вернее, вернее так, не менее интересную тему, чем сегодня. Поэтому еще раз говорю, следите за анонсами. Ну, и готовьте вопросы, готовьте вопросы, то есть вопросы, вы, кстати, смотрите, коллеги, я хочу сказать, вы можете задавать вопросы, вот, на следующем вебинаре, вы можете задавать вопросы не только по теме вебинара, который будет следующий, а вы можете задавать вопросы по темам предыдущих вебинаров. Вот это, потому что вы же их посмотрите, или там вот сейчас переварится информация, какие-то вопросы всплывут, задавайте эти вопросы, это тоже будет интересный такой, знаете, флешбек такой-то, да, это круто будет, это будет круто, вот, и мы поговорим, я говорю, еще раз говорю, будет интересно именно разобрать какой-то кейс, то есть, вот у вас уже что-то есть, у вас что-то не получается, я смогу вам какие-то советы дать вредные, вот, поэтому, да, поэтому, вот, обязательно приготовьте какие-то вопросы, которые касаются, прямо конкретного исполнения ваших проектов, не стесняйтесь, не стесняйтесь, это все, это все будет интересно, это все будет, для вас это будет полезно тем, что я вам, как говорится, вот, постараюсь какие-то дать решения, вот, а для всех остальных это будет интересно, они услышат, что у кого-то что-то происходит, вот, и что-то интересное, и как-то есть, есть способ это решить, что самое интересное, что самое важное. так, ну ладно, тогда что если мы на этом если мы на этом, как говорится вернее так, на этом мы все-таки уже и заканчиваем так что давайте до следующих встреч следите за анонсами все, расходимся, да? да, все, хорошего дня всем, коллеги спасибо, что пришли, вы все классные вот, мы тоже классные так что давайте увидимся, увидимся, услышимся субтитры сделал DimaTorzok